Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у меня для вас бюджетные находки на лето и не только. Все из моей личной косметички на разный вкус, на разный бюджет даже в этой недорогой категории. Поехали! Начнем с того, что мы, девочки, достаточно часто покупаем. Это туши. Тушь, которая громко гремела еще в прошлом году, но она появилась у нас в продаже относительно недавно. И речь идет о туши от бренда L'Oreal под названием Panorama. У нее силиконовая щетка, так как я люблю в виде елочки, и она на мне дает эффект разделенных и объемных ресниц. То есть у меня от природы длинные ресницы, также я пользовалась сывороткой, но в тот момент, когда у меня просто очень сильно выпали реснички. И сейчас у меня, наверное, больше даже просто свои ресницы. Ну, в любом случае, я люблю формулу туши L'Oreal, и, как мне кажется, здесь она классическая, потому что она и не жидкая, и не густая, хорошо захватывает реснички от корней, вытягивает их и фиксирует изгиб на целый день. К сожалению, я не проверила, смывается ли она теплой водой, потому что у меня стандартный этап очищения кожи. У меня всегда гидрофильное масло, но на своем лице я замечала чулочки. Поэтому не исключено, что это термо-тушь. Пожалуйста, кто пользовался, отпишитесь. Упустила этот момент, каюсь. Но я заметила по вашим комментариям и отзывам в инстаграме, что вам также она нравится. Тушь классная. Согласна, это больше middle market, чем mass market, но ее всегда можно чуть дешевле купить в сети или же по каким-то промо-акциям. Еще одна тушь, это уже Eveline Variette в синем цвете. Я когда-то видела, что она появилась в продаже, но потом я увидела ее на ресницах на девушке, которая обслуживала нас в ресторане. И даже мой муж, который привык к разным макияжам, и он может сказать, что ты там красиво выглядишь, красиво накрасилась, еще что-то. Но он никогда не акцентирует внимание на чем-то конкретном. А тут он такой, ты видела ее ресницы, как прикольно это смотрится. То есть даже мужчина, который не в теме, заметил, что это что-то необычное. Но при этом она удивительно странно красиво смотрится даже в дневном макияже. Это был не вечер, это был день, и у нее такой красивый оттенок. И плюс это одна из моих любимых по-настоящему бюджетных тушей Eveline Variette. Я больше всего люблю в розовой такой упаковке, и здесь такая же щеточка в виде елки, только она уже подлиннее и не такая, как бочоночек, наверное, у L'Oréal. То есть она такая потолще, а это изящная и длинненькая. Очень удобно пробраться и к уголку глаза, к внешнему, к внутреннему. И эта тушь разделяет и придает еще длину. Тушь от Eveline это моя безграничная любовь. И вот этот оттенок, он как ультрамариновый такой. Ее можно наслаивать, и она не выглядит, вы знаете, как-то не к месту. И даже просто немножечко подчеркнуть губы каким-то блеском. И вот эта тушь можно на нижние ресницы только. В любом случае, формула у туши очень классная и суперкрасивый оттенок. В последнее время я еще больше интересуюсь корейской косметикой. И это непаханное поле, там столько всего интересного. И, конечно, я сначала заказала какие-то более популярные позиции. И так как сейчас лето, и я очень люблю что-то такое легкое, на лице увлажняющее, при этом перекрывающее основные цветовые нюансы или несовершенства. И, конечно же, я не могла не попробовать тональный крем от бренда Лизда. Я надеюсь, что в этот раз правильно произнесла Лизда. И у меня он в оттенке 22. То есть это один из самых темных, которые мне удалось найти, и я не встречала потемнее в продаже. Это и плюс, и минус. Это мой оттенок, который мне подходит сейчас. Но когда я загорю, мне кажется, что он будет не светловат. То есть достаточно универсальный, очень красивый. Если вы такая светленькая девушка, то вы найдете там оттенки посветлее. И чем же интересен этот тон? Он капсулированный. Я не могу сказать, что это аналог моего любимого тона от бренда Chanel. Самый легкий такой тинт буквально для лица, который мало что перекрывает. Но за это я его, собственно говоря, и люблю. И у Chanel есть еще один тон в такой круглой упаковке. Там супер маленький объем. Он у меня был. И на моей комбинированной и склонной к сухости кожи он не очень хорошо смотрелся. Он как будто, знаете, ложился такими сухими пятнами. То есть увлажнение вот это моя кожа забирала, и сам пигмент оставался сверху. Я его отдала девочке, которой он подошел получше. А вот этот тон от лица, он также дает очень хорошее покрытие в категории вот этих невесомых увлажняющих. То есть это не тон невидимка. Он очень красиво перекрывает какие-то недостатки. Он дает увлажнение. И здесь тоже такие как будто капсулки внутри, которые растворяются, когда ты распределяешь тон по лицу. Или я сначала наношу на ладошку, набираю на кисть, не на спонж, или кисть, или руки. Смешиваю это все и наношу. Для меня это и как уход, и тональный крем два в одном. Потому что это и увлажнение, и очень красивое легкое покрытие, которое не ощущается. То есть это не как, скажем, биби-крем Миша, который немножко липнет. Такое я тоже люблю иногда. Но это более полупрозрачный тон. И если есть какой-то прыщ на лице или более заметная пигментация, то это придется дополнительно перекрыть корректором. Но сам по себе тональный крем классный. И иногда я тоже наношу его кисточкой, вот так распределяю, потом довбиваю. То есть есть огромное количество способов нанесения, но он смотрится на мне даже гораздо красивее, чем тон от Шанель, с которым его часто сравнивают. Кому он подойдет? Тем, у кого комбинированная нормальная жирная кожа. Для суховатой или сначала наносим хорошее увлажнение, потому что на сам тональный крем я бы не рассчитывала. То есть это как дополнительная суперфункция. Это немного увлажнение, но все же сухой коже необходимо качественное увлажнение изначально перед нанесением тона. А все, у кого комбинированная, жирная, нормальная, это вот тот оптимальный вариант на лето, который не будет сильно ощущаться, но при этом он оставляет такой не матовый финиш. То есть это все-таки где-то блеск, где-то, если его не припудрить, он может даже так красиво светиться, как будто у вас увлажненная кожа. Если припудрить, то для меня это даже такой полуматовый финиш, но зачастую я сейчас не пудрю тональные кремы, потому что мне так нормально, и меня устраивает блеск на лице. Тональный крем реально классный, у него даже меньше расход, чем у Шанель. Одной помпы мне достаточно для того, чтобы накрасить все лицо и даже чуть-чуть растянуть на шею. Суперски я обязательно буду пользоваться им этим летом. Сейчас невероятный бум на всякие кремовые текстуры. Это кремовые бронзеры, кремовые румяна, кремовые хайлайтеры, и все больше и больше брендов выпускают их. И, конечно же, у меня в косметичке пополнение. Это кремовый бронзер от бренда Eveline. По-моему, у меня даже не один оттенок, но я показываю то, чем пользуюсь я, и не могу от него отлипнуть. У меня есть классные бронзеры в кремовой текстуре, и от того же Eveline, и от Poes'а мне нравится. Но почему-то вот эта формула сейчас мне больше всего по душе. Открываю свой косметический стол, и на праздник, на каждый день, когда хочется подчеркнуть скулы, придать своему лицу свежесть в виде легкого загара, я беру его. Это бронзер, который продается в виде блеска для губ или консилера, как хотите. У него очень красивый оттенок, и не слишком холодный, хотя в упаковке таким может казаться и не рыжий. То есть это что-то такое нейтральное, но достаточно темное, имейте это в виду. Я пробовала его наносить по-разному, и такими точечками, и полосками это все растушевывать. И я поняла, что красивее всего это смотрится на мне тогда, когда я немножко достаю из упаковки на руку, распределяю по кисточке равномерно, вот по той, которую я наносила тон, например, да, прохожусь по скулам, немножко на лоб, немножко на нос, где-то там на шею, на область подбородка, и как бы скул, да, немножко тут скорректировать. И потом только границы могу растушевать спонжем. Если ситуация того требует. И мне нравится текстура, потому что это и не кремовый бронзер, и не совсем гелевый, он очень легкий, и не ложится на лицо, как очередной слой. Даже если сравнивать с бронзером в шайбе, который мне очень нравится от Эволайн, он такой мягкий, вот этот в шайбе, он более кремовый и жирненький, этот застывает, и вообще никак не теряется в течение дня. Я вчера целый день была на празднике семейном, у нас было около 28 градусов, сегодня я тоже его накрасила, не пудрилась, и мне очень нравится как эффект, так и то, как он держится. Цвет все на уровне, недорого, снимает немного места, и даже в любой косметичке, если куда-то едем, он забросил, у вас сразу есть бронзирующие средства, я еще попробую им сделать макияж глаз. Вот знаете, полную такую фулл коррекцию, очень классный, и вообще вот эта линейка Wonder Match от Эволайн, там и румяна у них хорошие, еще у меня есть хайлайтер, но пока что я не поняла, как он мне, поэтому сейчас его нет в этом видео. То, что я вам сейчас покажу, вы не поверите. Цена вопроса 2 доллара, или доллар с чем-то, в общем, где-то постепенно начал пропадать мой любимый маркер для бровей от Эволайн, его уже нет в продаже в сетевых магазинах косметических, и я занялась поиском, буквально в отчаянии, я заказала себе маркер, я не знаю, какого он происхождения, и это маркер для стрелок и для бровей, но стрелки им рисовать не очень удобно, потому что он очень-очень тонкий, здесь не фетровый кончик, а вот такой, знаете, как из волосков, и я заказывала его на Джуме, что за бренд Sweet Mint, я боялась прогадать с оттенком, но мне кажется, что все сложилось, у меня 0,4, он тауповый, мне хотелось бы чуть более оливковый, но по-моему, там таких нет, маркер, здесь вот еще с таким шариком, слушайте, он идеально рисует брови, у меня был NYX, у меня был MAC, и этот более удачный, он действительно рисует вот такие, как натуральные волоски, и они правильного серо-коричневого оттенка, я не знаю, как надолго мне его хватит, я им пользуюсь вторую неделю, но я уже закажу второй, потому что мне потихоньку становится нечем красить брови, вы мне советовали разные маркеры для бровей, но все они для меня темноваты, вот это, пожалуй, пока что самое подходящее для меня, и он интересно наносится, потому что вы можете посильнее надавить, тогда у вас будет более четкая линия, или такими мелкими, неприжимистыми штрихами, получается более полупрозрачный эффект, классный маркер, может они есть где-то на Алике, но на бровях мне не страшно пробовать там что-то новое, для меня это бренд No Name, может я просто чего-то не знаю, но я подумала о брови, многое пережили, выщипывание и всякие там клеи для бровей, маркер им не страшен, если вы искали недорогой тауповый маркер, который рисует красивые полосочки, вместо бровей, то есть, знаете, такими штришками, когда дорисовываешь, выглядит очень естественно, я вам оставлю ссылку, и там есть еще и другие оттенки, мне так часто попадалась реклама вот этих бронзеров от Makeup Revolution, что я тоже решила заказать, обещали, что это будет аналог бронзеров от Charlotte Tilbury, то ли у меня не такой оттенок, как в Charlotte, то ли что-то они где-то там преувеличили, это бронзер в такой упаковке, где есть буховка, причем сверху он откручивается, закручивается, то есть ничего не выливается, он у меня уже где-то несколько месяцев, чуть-чуть выдавливаешь, и можно точечками нанести и распределить, но мне кажется, что я больше контролирую процесс, тогда, когда я сначала выдавливаю это все дело на руку, распределяю кисточкой, и потом только на лицо, очень хорошая текстура вот этой штуки, тоже такой, знаете, легенький бронзер, при этом супер пигментированный, ну, знаете, вот так посмотришь, оттенок красивый, но это прям бронзер, это не скульптор, это не скульптора бронзер, это именно теплый бронзер, и мне кажется, что в Charlotte они все-таки похолоднее или понейтральнее, это прям вот теплый такой бронзер, ну, рыженький, да, что тут скрывать, и он хорошо растушевывается, фиксируется, так как я люблю, не остается таким, знаете, отдельным слоем, или дополнительным слоем в нашем макияже, он сживляется с нашей кожей, ну, то есть, как будто ничего не произошло, вы просто там где-то стали побронзовее, и хорошо тоже растушевывается, держится в течение дня, опять же, без пудры, мне теперь интересно попробовать оттенок medium, если он будет более рыжим, то, конечно, неприятно, но вот этот, я бы не сказала, что он хорошо будет смотреться прям на светленькие девочках, то есть, это теплый бронзер, или нужно такое любить, или нужно быть более смуглой, у меня закончилась пудра под глаза от Sensai, от Hean, и, к счастью, я получила пиар-рассылку от Evelyn, там было очень много новинок, я еще не совсем разобралась, но пудру открыла сразу, это такая бежевая пудра, именно для области под глаза, но я наношу ее даже на всю Т-зону, что она нам обещает, разглаживать, корректировать, с гиалуроновой кислотой, с топекой и с кофейном, ну, я могу вам сказать, что эта пудра хорошо действительно фиксирует каждый консилер, даже мои такие капризные, которые иногда требовали бейкинга, или определенной пудры, с которой они дружат, с этой, прекрасно, вот, со всеми консилерами, у меня нет никаких проблем, они не скатываются, за счет того, что она светленько-бежевая, она действительно подсвечивает область под глазами, но не делает белых пятен, ее можно легко убрать, как-то стушевать, можно делать ее бейкинг, но я наношу ее обычной пушистой кисточкой, разглаживает, да, действительно разглаживает, но это не прям эффект фотошопа, это просто фиксирующая пудра под глаза, которая чуть подсвечивает, здесь нет светоотражающих частичек, и визуально действительно делает взгляд таким более отдохнувшим, кожу под глазами не делает старше, то есть, знаете, есть такие пудры, которые буквально сильно высушивают, здесь все окей, и даже нанося на Т-зону, блеск не проявляется так быстро, как тогда, когда пудры нет, и вот по порам у меня больше всего заметно, когда я наношу эту пудру, действительно есть разглаживающий эффект, но благо у меня вот именно в области вокруг глаз, морщин как таковых пока что не так много, но у меня есть падины под глазами, и эта пудра действительно визуально сглаживает этот нюанс, и не так заметно мои круги под глазами, и вот эти вот заломы. Мы с вами находимся в преддверии лета, у нас уже тепло, все такое зеленое, цветет, и как-то так позитивно, такое впечатление, что лето-лето, хотя вторая половина мая всего лишь, и я думаю, что вы тоже обратили на это внимание, как многие бренды стали выпускать пламперы для губ, какие-то бальзамы с ухаживающим эффектом, глянцевые, вообще от матовых помад мы все больше и больше переходим к каким-то таким сияющим текстурам. Я была в Росмане, интересно, вы знаете такой бренд польского производства АА, поделитесь со мной, продается ли он у вас, потому что у них много всего интересного, если есть в продаже, то я обязательно куплю больше всего, и потом расскажу вам. Я взяла себе их новинку, это лип плампер под названием Pump It, они там были в трех цветах, я взяла самый такой нейтральный, он в очень красивой модной упаковке, с вот таким носиком прозрачным, и он розового цвета, вот такой полупрозрачный, на губах дает буквально такой, слегка розовый оттенок, и когда я впервые нанесла его на губы, мне показалось, что я переборщила, я как-то так интуитивно сделала вот так, как у меня пек язык, я просто обалдела, я побаиваюсь покупать новые пламперы от Maybelline, говорят, что вот это вот настоящая жесть, я не знаю, что там с теми бальзамами, но этот тоже пекучий, то есть он немножко раздражает губы, на какое-то время они действительно становятся еще более интенсивного своего цвета, он хорошо увлажняет губы, и вот это сжение, оно не прям критичное, то есть давайте уже не будем тут истериковать, но если вы к этому не готовы, если для вас Lip Maximizer, это уже максимум из такой категории, то пробовать не стоит, но средства прикольные, мне почему-то стало интересно, и он хорошо ухаживает за губами, улажняет их и делает их в принципе такими сочными, там еще есть такой приглушенный ягодный цвет, если мы прям сильно подружимся, я научусь не облизывать губы, то я куплю себе второй, и я сейчас вожу его с собой в машине, когда у меня сухие губы, я наношу его, как-то постепенно я привыкаю к этим спецэффектам, которые дарит этот плампер, будьте готовы к тому, что очень многие бренды сейчас будут выпускать вот такие жгучие штуки для губ, это однозначно не для всех, но если вы такой же бьюти-маньяк, садомазохист, как я, то ну как бы есть варианты побюджетнее, чем у тех же Too Faced и так далее. Еще один плампер из такой же категории от бренда Вайкон, в Польше он не представлен, но я покупала его в Италии, это один из самых популярных оттенков, и один из бестселлеров, во всяком случае в Италии так было написано, на их стенде у них огромный выбор, и я купила еще две штучки, будут дальше, это Filler Killer Lip Plumper в оттенке 05 Mouth, то есть такой пыльно-розовый, с холодным подтоном, все как многие предпочитают, и он дает такой полупрозрачный оттенок на губах, и он тоже пекучий, может не такой как АА, но это прям ощутимо, я первый раз, когда им накрасилась, тоже немножко так взбодрилась, я не была шокирована, но он однозначно бодрит, и с ним губы очень такие сочные, пухлые, с карандашом для губ, это эффект вот именно визуальный такой, чуть-чуть увеличенных губ, ну понятное дело, это только на пару минут, хорошо питает наши губки, восстанавливает, жжение проходит, если вам нравится эффект пекучих губ, то можете еще и обновить, но в целом это еще неплохо держится с карандашом, то есть он не сразу, знаете, как некоторые такие невязкие блески, очень быстро стираются, он и не тягучий, не липкий, приятный цвет, и вот для всех тех, кто предпочитает жжение, это тоже неплохая находка, ладно, давайте покажу вам средства для адекватных людей, я шучу, у меня просто очень хорошее настроение, купила я себе блеск от бренда Max Factor, который так называется Plumping Lip Gloss, и это линейка 2000 калорий, у меня оттенок 0,50, вот такой персиковый, нюдовый, и он жирненький, но в хорошем смысле этого слова, то есть это такая текстура, которая обволакивает твои губы, дарит им насыщение, увлажнение, и с более темным карандашом, растушеванным, это такие сочные, супер красивые губы, если вы устали от всяких пыльно-розовых, вот таких вот цветов, приглушенно-холодных, то имеет смысл, особенно к более таким насыщенным макияжем глаз, попробовать нечто такое, этот блеск не слишком долго держится на губах, то есть его, как каждый другой блеск, периодически нужно обновлять, но ощущение комфорта, которое он дарит, с нами остается надолго, моя любимейшая нюдовая помада, это настолько идеальный нюд, когда у меня более активно прокрашены глаза, и нужно что-то нейтральное, или когда хочется макияж-невидимку, я беру любой нюдовый карандаш, эту помаду, и это всегда тот результат, на который я могу рассчитывать, который мне нравится, и эта помада, которая все в одном, не просто нюд, не просто насыщенный цвет, это Romandie, тоже корейская помада, да, она не стоит прям сильно дешево, но, во-первых, это современная модная текстура, которая тает на губах, как hourglass, которая надолго насыщает наши губки, ухаживает за ними, цвет остается долго, она не скатывается в белую полоску, и это и как масло для губ, и как какой-то бальзам, и как классическая кремовая помада, но она как гелевая, вот я даже не знаю, с чем это можно сравнить, потому что hourglass, она разъедает все карандаши для губ, она более жирная, и она такая, вы знаете, сильно тающая на губах, и при этом она очень быстро расходуется, это нет, и да, она стоит там, наверное, 20 долларов, но она абсолютно оправдывает свою цену, то есть качество этого средства, еще один супер удачный нюд, от бренда L'Oreal, купила с большой скидкой, это линейка Glow Paradise, 191 Nude Heaven, у меня когда-то была нюдовая помада, тоже L'Oreal, я с таким огромнейшим удовольствием, прям до конца ее измазала, это чуть другой оттенок, но он не менее прекрасен, между прочим, на губах он выглядит более удачным, чем вот так в упаковке, это гелевая такая, гелево-кремовая формула, и это более выразительный нюд, чем был у меня раньше, я не могу сказать, что он какой-то однозначно розовый, или однозначно пыльно-розовый, или коричневый, здесь и немножко персика, и немного пыльной розы, что делает его максимально универсальным, и эта помада имеет такой легкий запах, но не совсем классический аромат помады L'Oreal, то есть он присутствует, но мне он не мешает, иногда меня смущает аромат и в Сен-Лоран, и в L'Oreal, но вот здесь как-то так приятно, и это та помада, которая визуально сглаживает какие-то неровности на губах, если есть какие-то шероховатости, если у вас в принципе губы склонны к пересыханию, но вы любите помады всякие разные, то попробуйте, и здесь не так много пигмента, как его достаточно для того, чтобы его было видно, и он даже перекрывал ваш естественный оттенок губ, но иногда кремовые помады на сухие губы ложатся неудачно, а за счет того, что это и гелевая, и кремовая текстура, вот такой удачный микс, она сглаживает все губки, смягчает, опять же, делает нас более ухоженными, и вообще цвет огонь. Покажу вам не просто аналог, а что-то лучше, чем все эти маски для губ, или ночные маски от Laneige и так далее. Забудьте о них, потому что у Everline более удачно. Вот это волшебная баночка, которая восстановит любые убитые губы, можете наносить ее на ночь, можете наносить перед макияжем, в течение дня, как угодно. Это шоколадный вот такой бальзам для губ, написано, что это ночная маска, я использую даже в течение дня. У нее минимальный расход, пахнет все это дело шоколадом. У Everline одна из самых удачных коллекций, вот это Choco Glamour. Но если где-то увидите вот эту масочку для губ, обязательно забросьте в корзину. Здесь большой объем, прикольная баночка, такая и прозрачная, и внутри как будто двойное дно. Вообще, настолько удачная. Я как-то скептически отнеслась, и она очень долго лежала. Потом достала, у меня закончилось мое ночное средство для восстановления губ. Я намазала и поняла, что это же вообще фурор. Вы должны об этом знать. Это очень крутое средство. И больше никакие ночные маски за 20-30 долларов вам просто-напросто не нужны. Есть у меня еще одна штучка от Roman D. Это блеск для губ. Вот такой нежно-розовый. Это уже не плампер, это просто увлажняющий блеск. У них, кстати, у этого бренда такая приятная, хоть и пластиковая упаковка, но даже вот этот блеск, он такой, знаете, конкретный в руках. То есть упаковка у них тоже качественная. У меня один из самых светлых оттенков 01 Peony Ballet. И это нежно-розовый, просто универсальный блеск для губ. Он не жирный, он чуть увлажняет и визуально делает губы пухлее. Вы знаете, это что-то, что можно накрасить на бегу, с карандашом или без, как хотите. И тоже это не самый обычный увлажняющий блеск. Корейцы, они такие, вы знаете, у них очень тонкая, но все же разница во многом. Если вы предпочитаете сияние и ищите какие-то такие удобные форматы для быстрого макияжа глаз, у бренда Essence сейчас появились кремовые сияющие тени. Я взяла себе два оттенка посветлее, которые буквально открывают взгляд. И это сияющий тинт для века, не так это называют. У меня оттенок 02. Такой не то чтобы прям холодный, скорее нейтральный шампанский цвет. Его можно растянуть и тогда он ложится не ярким, вот таким блестящим пятном, а чем-то красивым, нейтральным для супер нежных макияжей. Если же вам хочется сделать такой smokey eyes на каждый день, то у меня есть еще и второй оттенок в номере 3. У меня редко скатываются какие-то кремовые тени для век, поэтому я не заметила, чтобы они у меня как-то мигрировали, закатывались в складочки, все нормально, но если вы знаете, что у вас есть такая проблема, то имеет смысл нанести под это все дело еще и базу для век. И это уже такой тауповый, серо-коричнево-бежевый. Он светленький, но при этом на глазах он смотрится более насыщенным, чем на свотче. Я пробовала даже смешивать эти оттенки, тоже получается неплохо. И для меня это все-таки уже такой дневной smokey eyes с оттенком 3. Можно использовать как подложку под какие-то пигменты, скажем, и другие сухие текстуры, которые вы хотите нанести поверх. Но все же я считаю, что это больше как основные тени для века. Там где-то можно добавить карандаш, где-то что-то стрелочкой подчеркнуть, немного складку века. Это достаточно самобытные средства, особенно вот этот тауповый оттенок, который может сделать ваш макияж такой повседневный, супер-быстрым, простым и без лишних заморочек. У меня заканчивалась база под тени, и я решила заказать себе новую из корейского сегмента. Если у вас есть другие варианты, смело делитесь. Я с удовольствием куплю еще что-то. Это корректирующая база от бренда Misha. Когда она приехала и увидела, что она такая белая, я аж немножко испугалась. Но на самом деле ее не нужно наносить много, чуть-чуть, и она тогда при распределении становится абсолютно прозрачной. Но я не знаю, как она это делает. У меня на глазах, на веках очень много разных венок, и она делает их менее интенсивными. На нее без проблем наносятся любые тени, и она не залипает. То есть она не сухая, да, впитывается. Не такая влажная, как Debalm, которая у меня была, или как Art Deco. Они такие прям как жирненькие. Она подсыхает, но не стягивает века. И любые тени на нее наносятся хорошо. Она не липкая, то есть вы на нее не прилепите пигмент, как на какие-то кремовые тени или на определенные базы. Это просто универсальная база для век, которая еще и как будто сглаживает немножко само века. Неплохая, но у меня нет какой-то супер большой проблемы с тем, чтобы тени катались, или куда-то исчезали там в течение дня. Для меня это просто для более удобного распределения теней, и чтобы уж точно ничего не исчезало. Я очень часто делаю какие-то нюдовые макияжи, и когда это чуть-чуть, то потом к концу дня, ну иногда где-то что-то я там потерла, где-то что-то может становиться менее насыщенным. А так с базой под тени я намазала и забыла. Это 3 секунды времени, это совсем не сложно, при этом гарантирует сохранность нашего макияжа в течение целого дня. Ох, какие у меня тут красивые и нужные карандаши для глаз от Эвелайн. Это расширение их линейки. Варит, у меня есть и коричневые карандаши, и черные. Они гелевые, они очень стойкие, они хорошо тушуются, но с ними нельзя зевать. Накрасили, растянули, растушевали, как вам надо. И у них очень-очень насыщенные цвета, они супер стойкие. И когда-то мне прислали их карандаши, я даже говорила, что все прекрасно, но бежевый мне не подходит, потому что он с перламутром. И сейчас они выпустили обычный бежевый карандаш, вот прям такой, знаете, светленький, но не как белый, он натуральный, которым вы можете даже корректировать немножечко форму губ, где-то что-то на лице, если захотите. Но я использую его на водную линию. И он еще хорошо держится, хорошо носится. Да, любой карандаш на слизистой, даже самые стойкие. У меня были и дорогие, там, Benefit, Urban Decay. Ну вот все самые популярные стойкие у меня были, я вам точно гарантирую. Ну, может не все, но большинство из самых популярных. И вот этот карандаш держится даже лучше, чем мой любимый Inglot, чем те, которые у меня были. Он мягкий, он скользит, и он совершенно не царапает слизистую. Это критичный момент, если, не дай бог, что-то некомфортное в этой области, все, я таким пользоваться не буду. однозначно могу советовать. Это красиво распахивает взгляд. Иногда, когда накрашусь, думаю, вроде что-то не хватает. Какие-то глаза красноватые, немножко бежевого карандаша, глазки, просто ангельского существа, очень красиво, свежо, и сразу как-то так, знаете, как будто что-то произошло, ты не можешь понять, что, но это улучшает тебя, такой улучшайзинг нашего макияжа глаз. И еще один оттенок, вот этим вот нужно обязательно накраситься для какого-то видео, потому что я красилась только в реальной жизни. Это оттенок 10, а бежевый, сейчас вам скажу, потому что там есть с перламутром, чтобы вы не запутались, 14 нюд, это матовый бежевый. Номер 10, девочки, это такая феерия цвета, у меня есть и другие, но там какой-то зеленый такой, который, мне хотелось больше оливкового, ну ладно, я показываю то, что прям вот вау, лично для меня. Оттенок 10, это насыщенный, темный фиолет, и вот зеленые глаза с таким карандашом, со стрелочкой, если даже чуть-чуть добавишь там на водную линию или по верхнему веку пройдешься по линии роста ресниц. Девочки, у вас будут такие глаза, зеленющие, у меня серо-зеленые глаза, голубого там очень мало, такие они неоднородные, мутные, но в зависимости от того, что я на себя надену, как я накрашусь, вот тот цвет у меня больше выбивается, и когда я крашу стрелку таким карандашом, то у меня глаза более такие зелено-голубые, карие глаза. Девочки, вместо черного карандаша попробуйте такой. Ваш макияж, особенно летом и осенью, он заиграет совершенно по-другому, вот осенью такие цвета тоже. Летом будете кайфовать, и оставите его на осень. По качеству, по тому, как он наносится, насколько мягкий и пигментированный, все то же самое, что и в случае нюдового. Только у этого несколько функций. Вы можете по нижнему веку растушевать, сделать дымку, можете слизистую прорисовать и сделать стрелочку поверх, возможно, даже подложку, но мне сложно работать в качестве подложки с такими карандашами, потому что они быстрее застывают, и я их растяну там по всему веку, поэтому только стрелочка. Так, девочки, может, это не совсем мое, так сказать, но меня же смотрят разные девчонки, поэтому покажу вам еще один оттенок. Он как фиалковый, и причем он такой же интенсивный, как и предыдущие. Тоже варите. Я только подводила им водную линию вечером, когда там через несколько часов нужно было ложиться спать, и я, к сожалению, сняла упаковку, то есть вот эту пленочку, и не вижу, что это за оттенок. Но я думаю, а вот 13, вот такой. Это, конечно, достаточно смело. Это даже не голубая тушь, но для меня это слишком. Я выбрала какую-то эстетику макияжа, которая нравится мне, я что-то пробую, но все равно в рамках своего комфорта. Но если вы любите цветные макияжи, я уверена, что на многих это будет смотреться красиво, и главное, чтобы вы кайфовали от своего макияжа. Если вы ищите такой цвет, чтобы он был глубоким, красивым и интересным, номер 13. Самые популярные оттенки карандашей у бренда Вайкон. Когда-то, по-моему, я видела даже стационарный магазин в Украине. Я не знаю, как сейчас, но в Киеве что-то такое мелькало. Это тоже бестселлеры. Оттенок 100 и 106. 100 – это классический нюд, такой и не светлый, и не темный. Универсальный, и он очень приятный. Здесь немножко розовинки есть, и прям бежевый. Очень красивый нюд. И эти карандаши мягчайшие, они приятно наносятся даже на все губы, и они суперстойкие. Второй карандаш в оттенке 106 Hot Pink, и это уже, знаете, как sore, наверное, что-то в этом духе. То есть это лилово-пыльно-розовый, вот какой-то такой для вот этих модных инстаграмных губ, когда ты обрисовываешь контур чуть более темным карандашом, растушевываешь, и что-то посветлее. Даже кремовые румяна можете использовать, такие ярко-розовые, тогда у вас такие сочные, супер модные губы, а поверх можно еще добавить какой-то блампер, тогда можно не пользоваться услугами косметологов. Но тут все на ваше усмотрение. Ну и последнее в этом видео, для тех, кто, возможно, впервые смотрит ролик на моем канале, кто пропустил мастхевы весны и лета, кто не смотрит влоги и вообще не любит такой формат, тени, которыми я пользуюсь максимально часто, и это тоже корейские тени от Romandee. Это максимально универсальная палетка с нейтральными оттенками. Здесь и не теплые, и не холодные цвета, и эти тени на глазах смотрятся еще более удачно, чем в самой упаковке. Не могу я от нее отлипнуть, потому что с ней все понятно, просто, и причем я могу сделать несколько вариантов макияжа при помощи четырех теней, за счет того, что здесь три основных матовых оттенка. Сегодня я использовала только два самых светлых. Вот этот в качестве основного цвета, в складку века, и на нижний такой серо-коричневый, и просто для того, чтобы как-то оформить века. Все, я могу взять только вот этот самый светлый, тоже добавить в складку века. Он все же оттеночный, он не такой светлый, как вы сейчас видите в упаковке. На глазах они раскрываются очень удачно, они не чересчур пылят. Даже когда я рисую стрелочку самым темным, конечно, такие тени могут осыпаться, но я даже не стираю их мицеллярной водой. Достаточно сделать так, и все, все отлипает как-то хорошо. Я настолько довольна ее, она стоит каждого потраченного гроша, который я заплатила за нее, заказывая на Джуми. У нас этот бренд нигде не представлен, или я об этом не знаю. И вишенка на торте, это топпер, это мои самые любимые сияющие тени на данный момент. Если вы видите какую-то сияшку, то, скорее всего, это будет такая формула. Это тени без какой-то основной базы. Это просто очень красивые сияющие блесточки. И даже когда я показываю вам какие-то макияжи, то все равно в жизни это еще красивее. Поверьте мне на слово. И на праздники, на каждый день я могу накраситься ею, я могу сделать базовый макияж, могу сделать, ну, такое, как сейчас. Для меня это самое легкое, не глядя в зеркало, я там что-то накрасила, и все. Может быть, смокий айс. Могу сделать кошачьи глазки с топпером и со стрелкой, причем и уголок могу прорисовать, вытянуть такую тоненькую. У них хорошая пигментация. Они не пылят, вот как-то неконтролируемо. И топпер супер удачный. Он и не белый, и здесь как будто и золото, и серебро, что-то вот такое универсальное, смешанное. Сейчас смотрю, и даже фиолетовые какие-то блесточки здесь есть. Но вот этот топпер, он делает макияж всегда максимально интересным, вот таким современным, в каком-то плане модным, нарядным. И даже к такому макияжу, как сейчас, я могла бы приклеить эти блестки днем и не выглядеть как-то странно, потому что это нечто другое, чем было раньше. Вот эти все сияющие тени, пигменты и так далее. Палетка очень компактная. Здесь, опять же, качественный пластик. Ее можно брать с собой куда-то в поездку. Просто если у вас маленькая косметичка домашняя сбросила, и все у вас всегда будет под рукой. Самое необходимое, причем в правильных оттенках, которые подойдут и светленьким девочкам. Ну, наверное, на очень смуглых. Только топпер и вот эти темные тени в качестве основных вот эти два светленьких. Но в целом для большинства девушек, наверное, которые меня смотрят, это будет самой удачной палеткой для повседневного использования. И даже на праздник, если вы краситесь нечасто, не нужны вам вот такие палитры, и не нужно к зеленому платью красить зеленые тени. То есть можно сделать что-то нейтральное, при этом добавить какой-то интересный карандаш. В общем, давно я искала что-то такое маленькое, при этом не чересчур дорогое. По сравнению даже там с Наташей Диноной, это все равно демократичная цена и даже более удачные оттенки на все случаи жизни. Прежде чем я с вами попрощаюсь, покажу бонусную находку для тех, кто живет в Польше. Это кисть для нанесения тона, для консилера, для базы под тени, кремовых теней, для бронзера, ну чего угодно. Это кисть из Хэба, тоже купила ее на какой-то распродаже, F09, она вот такая двойная. С одной стороны это кисть кабуки для тона, но я использую, как вы уже поняли, для кремового бронзера, для кремовых теней, для чего угодно. Ну и со второй стороны вот такой маленький бочоночек, тоже универсальный. Кисть синтетическая, она хорошо умоется, она у меня уже очень давно, и она до сих пор не развалилась, при том, что в своей кисти я не щадю, щажу, как правильно? Короче, я ее мою очень часто, и она стойко держится, она молодец. В Хэбе тоже есть неплохие кисточки, синтетические для нанесения тона, можете смело брать какие-то кабуки, они в основном все такие мягенькие, не чересчур упругие, это тоже важно, но это позволяет лучше растушевывать, лучше контролировать сам процесс, и наносит тон не так глухо, плотно. Хорошая кисть, еще раз повторюсь, оттенок, оттенок номер F09. Ну а на этом я с вами прощаюсь, я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, и мы с вами встречаемся совсем скоро. Подписывайтесь, если вы до сих пор не со мной, я думаю, что в следующем месяце я сделаю какой-то огромный гид по бюджетной косметике, соберем с вами все от и до. Ну все, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok